Ну, всем welcome! Это снова я. На этот раз мы решили заехать и показать, что же такое Дон Кихот. Ну, не просто Дон Кихот, это мега Дон Кихот. Вот, пожалуйста. Вот так выглядит магазин. На самом деле, это один из самых дешевых и таких популярных магазинов в Японии. Потому что здесь продаются как дешевые товары, так и дорогие товары. Начиная от бытовой химии, заканчивая вещами, одеждой, продуктами. Ну, и все такое, то есть. Очень удобно, что у них есть всегда парковка. Мне очень нравится. Также для мотоциклов, для велосипедов есть. И она бесплатная. Потому что у многих супермаркетов или же, например, каких-либо там магазинов бывает, что нет парковок. И очень сложно, если ты на транспорте, где-то искать парковку. Ну, что ж, пойдем зайдем, посмотрим. В принципе, я тут особо цены не буду говорить, потому что их очень много. И товаров много. Просто буду перечислять, что здесь есть. Ну, вот, на выходе прям памперсы стоят для тех, кто от таких цен решил осикаться. Вот, даже есть кастрюли небольшие. Прожектора. Прожектор стоит, кстати, 1000 йен. Это 500 рублей. Очень дешево. Также вот там кондиционеры продаются. Видите, 70 тысяч. 50 тысяч кондиционер. Дешево. Здесь несколько этажей. Вот, там вот, видите, то есть, три этажа. Мы начнем сразу со второго. То есть, для кемпинга всякая атрибутика продается. Начиная вот от таких вот. Это не палатка, это, скажем так, даже как больше тент, наверное. А хотя не, это как палатка идет. Да, вот она сзади там стоит. То есть, палатка стоит 4 тысячи. Ну, 2 тысячи рублей. Очень даже дешево. Для Японии тем более. Потому что в Японии палатки от 10 тысяч начинаются. Мангалы. Вот, кстати, хорошие мангалы. Уже вот. Не какие-то там дешевые там, да, идут эти. Какие-то там, ну, как у нас продаются одноразовые, да, мангалы. Здесь, в принципе, нормальный мангал. Барбеки можно несколько раз использовать. Вот, 5, 6 тысяч, 10 тысяч. Там, 3,5. В основном все для барбеки. Конечно, здесь шашлыки-то не делают. Шампуров поэтому здесь нет. Если хочешь, то отдельно покупаешь там шашлыки. Делать вот уголь. В брикетах тут по 400 йен продается уголь. Также разные там вот тарелочки. Газовые баллоны тут для плиток. Тоже вот, ну, к примеру. По-моему, вот это, да. Какая-то модель здесь на газу, короче, работает. А, или вот, 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 вот такая вот. Да, есть модели, которые прям, он или на газу, или так, можно угли, в общем, засыпать. Я себя видел. Но здесь их не что-то не наблюдаю. Термос вот очень хороший. Такие для холодной воды. О, вот там. Опа. Упала. Ну, здесь как-то неаккуратно они поставили. То есть на краю, на соплях держится. Ну, видно, вот, краш-тест прошел, не разбился. Нормальный термос. Что тут еще есть интересного? Ну, тут, вот, уже для непосредственно, чтобы за мясом следить, разные лопатки там, хваталки и так далее. Далее, вот, фальные мешки. Что тут есть еще? Уголь. Дальше продается. Ну, уголь я советую брать, если вы приехали в Японию, да, и хотите на шашлыки сказать или еще куда. Советую уголь брать не вот в Дон Кихоте, да, тут вот, например, да, 2,5 килограмма 600 йен. А в 100 йеннике. Вот 6 килограмм 678 я. Вот это, в принципе, еще нормальная цена. Потому что в 100 йеннике 1 килограмм 108 йен стоит. То есть, получается, 6 килограмм это 648 йен. В принципе, можно либо здесь, либо в 100 йеннике купить. Очень удобно, кстати. Ну, разные столы, там, стулья. То есть, как бы, вот, вот, можно посмотреть много всего. Также вот прям набор, как бы, мини-столы, две скамейки. Прям все в одном. Ну, знаете, для дачи даже удобная такая штука. Взял прям, приехал на дачу. Вот кресло там что-нибудь поставил. Тут фланцы, тапочки. Такие раскладные всякие штуки. Также вот тут модели идут уже этих, косметики тут разные. Всякие, всякая разная. Я в ней не особо разбираюсь, поэтому я тут особо ничего не буду комментировать. Как видно, вот он очень большой. Сам магазин. Вот там для плавания. Пойдемте лучше глянем, что там для активного отдыха, для плавания. Фейерверки. Сейчас же идет сезон Ханаби. Фейерверки продаются прям наборами. Ну, сколько примерно цена такая. За вот такие вот бенгальские огни, как бы, там, или какие-нибудь ракетницы. Ну, 120 йен. Вот такая побольше, там, 600, там, вот еще больше 1000, 2000, там, 7000 и так далее. Вот такая вот лодка, пожалуйста. Такая для детей, 300, там, 1000. Я помню, мы на такой, по Волге, там, плавали. Ну, особо, конечно, не расплаваешься. Все равно прикольно. Вот, кстати, ружье водное. Кстати, тоже недорого, 100-600 рублей все. Маски разные. Кстати, есть и путные. Не все, не все такой Г, как говорится, как кажется на первый взгляд. Вот, кстати, вот очки разные. То есть, ну, для бассейна. Многие сюда приходят именно вот по этой качественной достаточно. Видите? Пожалуйста, Made in Japan. То есть, японская. Бренд, поэтому и стоит 3500. Обычно там где-то за 1000. Вот китайские, там, 1000 или 500, там, что-то такое там вообще дешево. Вот разные тоже лодки, туда-сюда, тут круги всякие в виде сердца. Это вот для удаления насекомых, всякие средства там. Ну, нам реклама, естественно, где-то там, чтобы вы покупали быстрее, там, не думая. Вот, сука, туалетные бумаги, там целый склад. Всякие витамины, протеины. Вот для тех, кто занимается спортом, очень даже удобно. Вот, пожалуйста, белый. А, Whey Whey Protein, к примеру, да? Три с половиной тысячи за 880 грамм. Тут, ну, разные всякие энергетические там коктейли, смеси и так далее. Тут вот вафли. И там подобные. Кто-то сюда поставил малибу. С энергетической смеси хорошо малибу выпивать. Прикольно. Вот разные вот это обычные какие-то активити. Ну, то есть, как бы вода для спорта. Обычная вода, там чуть-чуть подслащённая такая. Ну, тоже классная штука. Ну, тут разные витамины уже идут. Витамины. И там вот для интима. Гели разные тут. Презервативы. До хрена всего, в общем, продаётся. Что ещё здесь есть? Ну, для бани. Ой, для бани. Для ванны. Вот разные шторки, чтобы повесить там подобное. Для туалета. Освежители разные. Вот, пожалуйста. Эту штуку, значит, протыкается. Она ставится там сверху. Вот у японских туалетов есть там вода сверху так набирается. Открытая. Вот такую штуку ставишь. Она вместе с бачок стекает. И запах даёт. И заодно предотвращает образование черного налёта. Вот это у нас что-то, пундиционеры для белья. Порошки стиральные. Бытовая химия в основном здесь. Деодорант. Но это вот для тех, кто одежду мало стирает. Просто брызгает на одежду. Вот этот деодорант. Он вроде как становится хорошо пахнущим. Что тут есть ещё? Ну, для сушки белья. Кстати, вот очень удобные вот такие вот. Я в Японии только встречал. Я не знаю, в России может уже тоже появились. Вот так раскладывается. И можно сушить сразу много вещей на одной трубе. То есть она на трубу вешается там сверху. То есть достаточно одну трубу сверху. И можно такие штуки три повесить. Очень удобно. Не надо там тучу верёвок там разматывать сверху. Плотенце разное. Тут что такое? Типа для... А, для спины. Тут такие вот. Типа массажёры. Вот разные полотенца. Вот собачья, кошачья еда даже есть. То есть вообще всё есть в магазине. Совершенно всё. То есть как бы... Если вы не знаете, куда пойти, где есть всё, вот Дон Кихот – это идеальный вариант для вас в Японии. Так же вот разные ошейники тут всякие. Вон там клетки для переноски. То есть сумки. То есть так же витамины разные там. Вот места лёжки. Кстати, очень недорого стоит. То есть по 500, по 600 рублей там где-то. Вот играться, чтобы там тоже. Даже велосипеды есть, кстати. Вот, кстати, вот пойдём посмотрим, что здесь всё. Вот. Пожалуйста. Это ароматизаторы тоже для комнаты. Ароматизаторы, эти палочки. Вот здесь. Вот велосипеды, пожалуйста. Если вы приехали в Японию, у вас нет велосипеда, да, и вы не знаете, где взять. Например, ну самый простой вариант – это взять на крик-листе, посмотреть. Обычно там, ну, отдают бесплатно велосипеды, кто уезжает или переезжает, кому не надо уже. Но если у вас, ну, там, например, нет их на крик-листе, то, пожалуйста, вот приходите в магазин. Вот обычный самый велосипед. 10 тысяч ент для повседневной езды вполне достаточно. Больше не надо ничего. Никакие вот там, типа там, как продаются, там всякие складные, всякие вот такого плана – это все ерунда. Вот обычный велосипед уже идет с этим, с генератором, то есть все, фонарик там, все дела. 10 тысяч ен всего. Пускай бы. Ну, плюс налог там где-то, налог еще где-то 8%. Вот это уже электровелосипед идет. Вот, как бы кто не видел, вот, пожалуйста, электровелосипед в Японии 100 тысяч ен примерно, 100-120 там по-разному. То есть регулятор идет скорости, то есть как бы свет там, включить-выключить там, эконом-режим и так далее. То есть, ну, это для мам, то есть вот у кого дети есть, вот они обычно покупают детей в школу или там в детский сад возить там. Очень удобно. Но он тяжелый, просто жесть. Он весит, вот, видите, 32 кило. То есть, если вдруг он упал там или его там надо что-то через что-то перетащить, ну, мама там офигеет с этим велосипедом. Вот, 32 кило это, я не знаю сколько там, наверное, лет 12 там ребенок весит столько. 12-13 лет там. Ну, вот так, в принципе, хорошая вещь, но колеса маленькие, вот что плохо. Мне не нравится то, что колеса маленькие. Хотя в Японии нету бордюров высоких, но все равно это не очень комфортно. А вот с такими вот уже норм. Вот, пожалуйста. Но он без этих, без сиденья сзади. Вот, пожалуйста. Цена 70 у него идет. Так как он не предназначен для перевозки типа детей. В основном так вот для бабушек там в магазин ездить. И сразу скажу, что японские вот эти электровелосипеды, они созданы только помогать крутить педаль. То есть, педали просто чуть легче крутятся. Но они не созданы, они не будут сами за вас их крутить. Там нет такого. Ну, тоже вот игрушки для кошек. Прикольные такие. Кстати, здесь, по-моему, вот раньше и продавали даже жуков, там разных насекомых. Там тоже для них эти баночки, там душ вот разный тут с массажером без... Сейчас, конечно, не знаю, может быть, уже и нет этого. Ну, раньше были жуки, там жук-носорог, жук-олень продавались. Здесь уже идут для таких, для чистки, то есть, всякие там швабры, влажные салфетки для них. Ну, для уличной чистки, шланги, всякие брызгалки, вёдра. То есть, ну, всё, практически всё, мусорные вёдра. Для кухни разные посуды, принадлежности, палочки. Вон, видите, с какой выбор палочек. Кстати, вот здесь, вот в Дон Кихоте, я первый раз купил себе, ну, этот самый, пиллер он называется. Во, вот такая штука. Вот, керамический. Очень классная вещь. До сих пор не ступился, уже пятый год я здесь живой, я его в первый же месяц или второй купил. Я, я достаточно часто готовлю, там, картошку, овощи разные, супы. Ну, классная вещь, не тупится. Такой вот керамический пиллер, там, идеально. Ну, насчёт ножа керамического я не знаю, они обычно толстые. Да, вот они толстые, и мне не очень удобно резать какие-нибудь овощи или ещё что-то там. Ну, поэтому пиллер хорошо, а вот ножик, ну, как бы их. Я бы посоветовал взять какой-нибудь тонкий, тонкий обычный нож, имеется в виду, ну, кухонный, металлический. Ну, разные вот сковороды, как сковородки их называют, ну, то так, в общем. Глубокие, ну, лучше брать, конечно, глубокие, но они все тонкие, это все как такие тонкие, тонкие металл у них. Даже вот эти тефаль, они хотя бы немного потолще, но всё равно. Ну, поэтому наших чугунных здесь нет. Так, ну вот, в принципе, ну, с этой стороны ещё перчатки разные для уборки. Вот, в принципе, всё и закончилось. По поводу, там, каких-то вещей для дома, там, начинается уже продукт питания. То есть, ну, здесь вот мусорные пакеты. Пакеты такие вот для вакуумной упаковки. Ну, или для такого хранения в холодильнике. И вот пошло. То есть, это вот, пожалуйста, в Японии сразу же пиво ящиками прям продается. То есть, они не парятся, как вот у нас там, да, там в России. Выставляют немного там на прилавок и всё. Здесь прям ящиками. Ну, потому что японцы любят вот это вот, свои пивные напитки. Вот, ну, например, white milk, это пивной напиток. Это не пиво, то есть. Это пивной напиток просто идёт. Ну, он как бы со вкусом пива.